Рейтинг самых больших, непобедимых и неубиваемых мусорных куч решили составить корреспонденты Большого Города. И повод есть. Начался двухмесячник по санитарной очистке Хабаровска. Впрочем, из-за бесснежной зимы ежегодная уборка стартовала еще в середине марта. Планы составлены, но Ирина Забродина решила внести в них коррективы и прогулялась вдоль самых-самых. Итак, начнем с третьего места. Переулок Ванково. Этот двор регулярно утопает в мусоре. Жители вот этих домов говорят, что проветрить комнату нереально. Тут же начинаешь затыхаться от вони. Вот жестокий оператор меня специально загнал в логово мусора ради красивой картинки. Я вот чувствую, что тоже начинаю задыхаться. Сотрудники управляющей компании «Любимый город» пытаются бороться с мусором, но говорят, что она как змей горы ныщ. Срубаешь одну, тут же на ее месте вырастает две кучи мусора. Вот тут случайно возле помойки оказался кто? Здравствуйте, меня зовут Подлитов Андрей, я член комиссийской партии Российской Федерации, нашего хабаровского отделения. Как здесь оказались? Я правда удивлена. Мы контролируем, получается, то, чем мы занимаемся. То есть постоянно ездим по людям, спрашиваем, какие у них проблемы. Здесь, получается, вообще системная проблема. То есть один раз ее вывезут, эту свалку, и она не решится. Проблема вся в том, что у местной управляющей компании у нее большие проблемы. Они, по-моему, замороженные счета, как сказали в администрации. Поэтому людьми никто не занимается. Но, тем не менее, стараемся им помочь. На втором месте у нас мусорная свалка, расположенная недалеко от улицы Карла Маркса. И эта свалка необычная. У нее есть хозяин, который и вырастил из маленькой кучи мусора вот такого огромного монстра. Хозяин регулярно таскает со всей огруги какой-то хлам, подкармливая своего питомца. Но если посмотреть на кучу, видно, что особенно она любит, по-моему, строительный мусор и какую-то старую мебель. Поскольку этот монстр захватывает все больше и больше территорий, соседи обратились за помощью в администрацию железнодорожного района. Администрация железнодорожного района на помощь пришла. Вооружившись ручкой и протоколами, они регулярно штрафуют владельца мусорной кучи. Но магия штрафных 500 рублей на него не действует. И монстр продолжает расти, как на дрожжах. Каждый день смотрите на вот это. Но неужели это один человек натаскал все? По информации администрации железнодорожного района Хабаровска, как бы все это один человек. Мысли есть, конечно, люди. Все строятся, ремонтируются, похоже. Часть свалки увидели еще лет пять назад, все сюда начали свозить. Сюда надо, наверное, подключать и природоохранную прокуратуру. Потому что я с администрацией ЖД района, поэтому просто общался дней пять назад. Мне вот ту же сказку и рассказали про частного застройщика. Все это сюда носит, и вот это он один в этом, в кавычках, виноват. Он прям богатырь, мне кажется. Похоже, да, тот из наших сказок с детства до 30 лет лежал на печи, потом вдруг все это собрал в одну кучу. Вот такая неприглядная сказка. А первой в нашей тройке лидеров стала грандиозная помойка прямо в центре города. Настоящая медуза Гаргона. Видишь это зрелище и каменяешь. Это место уже возглавляло наш рейтинг мусорных свалок в 2017 году. С одной стороны современные высотки, с другой вторая краевая больница. Когда-то здесь стояли деревянные бараки. Их снесли. Видимо, планируя построить что-нибудь поприличней. Но на деле оказалось, что освободили место для мусора. Местные жители говорят, что у этой мусорной Гаргоны уже есть своя армия. Целых три лагеря маргиналов здесь обитает. Но мы их искать не будем. 20 апреля в городе пройдет Большой субботник. Местные власти надеются, что в нем примет участие более 50 тысяч хабаровчан. Планируется разобрать свыше 80 свалок. Интересно, а есть ли в Большом городе богатырь, который победит этих мусорных монстров? Ирина Забродина, Семен Сахно. Большой город Лайф.